Всем привет! Сегодня 27 сентября 2017 года. Мы с вами находимся в пятизвездочном отеле гостиницы Мариотт Аврора. Сегодня проходит презентация пятого юбилейного винного гида. Народу ожидается очень много, интерес колоссальный, поэтому я надеюсь, что мероприятие пройдет на очень высоком уровне и все останутся довольны теми винами, которые были отобраны непосредственно в винный гид. Прошла пресс-конференция, на которой были объявлены все детали создания самого винного гида, а также то, что мы планируем делать в будущем году. Это увеличение проходного бала в сам винный гид, это создание винных баров, а также антигид, который в будущем году представят Союзом Сомелье экспертов России. Туда войдут только вина, которые не рекомендуются к потреблению, и мы соответственно об этом будем громогласно говорить. Ну и по традиции мы разрезаем ленту для того, чтобы открыть наш винный салон. Разрезаем! Ура! Ура! Мы объезжаем каждый год все винные хозяйства России и Армении, дегустируем все, что там производится, и только после этого, выбирая самое лучшее, мы приобретаем вина в рознице. Как только в рознице вина себя подтвердят, мы в свою очередь эти вина ставим в сам винный гид. Еще один немаловажный момент для того, чтобы ни у кого не возникало иллюзий, ни один из виноделов за попавшее вино в винный гид не платит. Это принципиальная позиция, которую мы придерживаемся уже на протяжении долгих лет, и так оно будет в дальнейшем. Пятый раз мы уже выпускаем винный гид по российским винам и второй уже по Армении. The guidebook made by Artur Sarkissian is a fantastic step, and I think it's very important for the Armenian winemaking. We've got the oldest winery in Armenia, but we have lost the shine a bit of it. This kind of initiatives are giving boost to the Armenian wines. Everybody is working to put Armenia on the world map as a winemaking country, and this event is in the very right direction. Делая такое мероприятие, мы проводим мастер-классы, которые вызывают большой интерес у посетителей этого салона. Чем больше будет желающих, интересующихся винами, как это происходит сейчас, тем больше будет мастер-классов, которые вам будут интересны. За пять лет изменилось очень многое. Стало появляться гораздо большее количество виноделов. Стало появляться большее количество хороших вин. И это очень радует. Статистика говорит сама за себя. Гид на сегодняшний день остается уникальнейшим проектом и фактически единственным таким всеобъемлющим информационным материалом по российскому виноделию. Кроме этого он развивается, он увеличивается и становится все более и более и более важным инструментом и для покупателей, и для виноделов, для того, чтобы понимать, в каком состоянии находится целиком отрасль и каждая винодельня в отдельности. Эта книга, она здорово помогает продвигать вот в ресторанах, в бутиках. То есть для продаж именно в этом направлении эта книга неоценима. Прирастаем винодельнями, прирастаем виноделами, прирастаем качественным вином. И это радует. Несмотря на то, что прирастаем, конечно, нашими конкурентами, но в конкуренции есть смысл для дальнейшего роста, для дальнейшего движения. Изменились потребители, изменился уровень их восприимчивости к российскому вину, уровень интереса к российскому вину. Все это растет, как, я не знаю, на дрожжах. Много людей стали верить в отечественные вины. Этого раньше не было. И самое главное, что это начали видеть профессионалы. Сегодня на ГИДе я видел энное количество людей, которые работают там в компаниях-импортерах, которые занимаются продажами иностранных вин. И они в любом случае уже не могут пропустить это мероприятие. В этом году была большая отчетная презентация, где мы показывали, сейчас я скажу, 21 лучшее, по моему мнению, вино, которыми мы доказывали нашим европейским коллегам о том, что виноделие в России есть. И оно заслуживает внимания. И приблизительно каждый второй спрашивало, как их купить в Европе. Я очень надеюсь, что после сегодняшней конференции многие виноделы выйдут ко мне с предложением об экспорте. И имея такую площадку, как Метро, во всех странах, в которых мы представлены, минимум, можно сделать большой шаг в развитии экспорта российских вин в мире. То, что сегодня вот здесь происходило, это само по себе лучшая иллюстрация того, насколько большой интерес к российскому виноделию. То, как продавалась книга для меня, это тоже достаточно большой показатель востребованности. Потому что если люди готовы за что-то заплатить, значит, это действительно им нужно. Гиду нужно идти в регионы, гиду нужно идти за рубеж. У нас есть планы по выходу на рынки ЕС. То есть это уже большой, серьезный проект. Точно такой же, как все российское виноделие в целом. Ну что, мероприятие прошло. Прошло оно очень хорошо. И спасибо еще раз огромное всем тем, кто пришли на это мероприятие. Ну и, конечно же, нашим партнерам, благодаря которым все это состояло. Всем пока. Всем желаю большого здоровья. Удачи. Увидимся в следующем году. Субтитры создавал DimaTorzok